Дикая хурма в селе Нижнее Инко росла всегда. Сады здесь передаются из поколения в поколение. Сбор экзотических черных ягод – событие важное. На это действие обычно сижается вся семья. В хозяйстве Гаджи Магомедова под дикую хурму отведено более пяти соток садовой территории. Урожай, говорит хозяин, в этом году средний, но вкусовые качества черной хурмы даст пору любой ягоде. Самая опасная работа в сборе хурмы – это сбивать их с дерева. Берется за это не каждый, да и умеет не всякий. Тут нужна ловкость и сила. Доверяют это дело только мужчинам, а женщины внизу разделяют и раскладывают плоды в ведра и коробки. Те, кто выращивают хурму, говорят, что она крайне неприхотлива. Иногда дерево растет практически на камнях, обнимая корневой системой какой-нибудь валона. И, конечно же, растения нужно поливать. Однако с этим возникают определенные проблемы. Главная проблема – это вода. Поднятие воды из рек на эти долины. Отрадно, что сегодня «Мемелетхоз» уже осуществляет реконструкцию пяти насосных станций, других межхозяйственных каналов растительных систем, что действительно вселяет серьезную надежду для закладки садов в этих долинах. Реализуют свой товар садоводы как в Дагестане, так и за ее пределами. Так, основные поставки идут в Азербайджан. Там «Дикая хурма» является обязательным элементом праздничного стола «Наврус-Байрам», который пройдет в середине марта. Сюда приходят, мы обычно не возим никуда. Ну, обычно сюда приезжают. Вот сейчас клиент должен скоро подъехать. Он сказал, выехал. Собирают туда везти, времени не бывает. Вот с январа собираем его до марта. Патимат Ханапова, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Гумбетовский район.